Ты скажи мне, что случилось с субмарином? Она утонула. Следственные органы, следственный комитет, транспортная полиция, родственники Юлия Навального, супруга и Олег Навальный, его брат. Все эти люди находятся в больнице в поддержку Алексея Навального. Поступила тревожная новость о том, что у Алексея Навального начался отек мозга. Отек мозга – это не очень хорошо. Если это правда, то его положение очень тяжелое. Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. На сегодняшний день мы продвинулись к диагностике заболеваний. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Слава Богу, у нас в отделении, вернее в нашем учреждении, есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то, чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни. Также стало известно, что прилетел самолет с немецкими врачами в Омск. То есть, у меня вопрос. Я все понимаю. Я поддерживаю любую жизнь на планете и человеческая жизнь бесценна. Но, тем не менее, почему-то за оппозиционерами прилетают самолеты из-за границы. Я не хочу никаких конспирологий, сейчас начинать разматывать это все соплями по столу и начинать рассказывать, что, как, почему и откуда это. Но все равно. То есть, если ты борешься за прекрасную Россию будущего, то в прекрасной России будущего должны быть свои врачи. Ты должен показывать, например, что ты хочешь лечиться дома, а не уезжать лечить себя за границу. Но, также, насколько я понимаю, что если бы я, я говорю о себе, если бы я вел такую политику о России прекрасного будущего и боролся за Россию, то я бы вряд ли разрешил и настаивал на том, чтобы мои дети учились за границей. Но это оставим на совести каждого. Я говорю о том, что для меня, ну, не сюрприз, но все-таки странно. Почему это происходит? Врачи не отдают Алексея Навального для транспортировки. Они говорят, что он нетранспортабелен, что его состояние не подлежит транспортировке. Родственники настаивают на том, что это неправда и что Алексея нужно срочно увозить. Есть очень много комментариев, почему не взять его в охапку, улететь. И это не так просто. Как вы себе представляете, что вы приходите в больницу, берете человека, который лежит ВВЛ, на плечо и уходите? Нет, друзья, так не получается. Так не может получиться. Там есть определенная процедура. И потом, как бы нам не хотелось, но раз он находится в этой больнице, то врачи несут за него ответственность. То есть, они ответственны за него. И если он, не дай бог, выйдет из больницы и с ним что-то случится, то они будут нести уголовную ответственность. Поэтому они тоже заложники этой ситуации, насколько я понимаю. Если это не так, то я готов услышать ваше мнение здесь, в комментариях. Оставляйте, не стесняйтесь. Для этого я и записываю это видео. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявили. В крови или в моче ядов или следов их пребывания в организме. Поэтому в настоящее время диагноз отравления, наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление. В результате лечения, уже в течение суток проведенного большого клинического наблюдения, осмотров, лабораторно-инструментальной диагностики, в настоящее время мы практически имеем полный диагноз. Мы имеем диагноз, мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть, они полностью укладываются в структуру того диагноза, который мы установили. К сожалению, я его не могу вам озвучить. Но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. То есть они в устной форме получили от нас полную информацию. От нас, от наших московских коллег, результаты консилиума, обсуждения. И мы ответили на все вопросы, но все это, естественно, не подлежит широкому обсуждению, согласно всех законов о защите персональных данных. Наше министерство здравоохранения Омской области инициировало приезд наших коллег, в том числе сами родственники пациента тоже вышли на одно из федеральных лечебных заведений, в частности, институт имени Бурденко. И по согласованию с министерством прибыли эксперты и врачи из института Бурденко. То есть мы понимаем отчаяние и переживания родственников, их какие-то сомнения, и мы идем навстречу. Мы приглашаем тех специалистов, в том числе этих специалистов из тех учреждений, которые они попросили. В настоящее время мы считаем, что состояние пациента нестабильно, и мы пытаемся пxерить здесь, что происходит из института Бурденко, Продолжение следует... 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 Peace.